Предлагаю испечь вкусное рассыпчатое печенье с ароматом апельсина и кислинкой клюквы. Главное в процессе приготовления не передержать печенье в духовке и не съесть все сразу. Вкусное клюквенно-апельсиновое печенье делается очень просто и быстро. Вместо клюквы вы можете взять сушеную вишню, курагу или чернослив. Превратить в жирную крошку муку с сахаром и холодным маслом можно при помощи блендера или вручную. Для этого холодное масло натереть на терке, а потом смешать с мукой и сахаром. С апельсина нужно натереть цедру, только желтую часть. И учтите, чем больше цедры, тем сильнее будет аромат печенья. Сока может понадобиться чуть больше или меньше, добавляйте понемногу. Тесто должно собраться в комок, но при этом немного рассыпаться. Белок в это печенье не идет. Так как сделает его жестким. Тесто можно убрать в морозилку и хранить там в течение вторых недель. Не передержите печенье в духовке, даже если вам кажется, что оно еще не готово. Иначе получите вместо рассыпчатого дубовое печенье. Дайте печенью полностью остыть, и только после этого снимайте. В горячем виде оно очень хрупкое. Ингредиенты. Клюкву положите в чашу блендера, добавьте 2 столовые ложки сахара, измельчите клюкву до мелких кусочков. Апельсин хорошенько вымойте под горячей водой с мылом и щеткой. Протрите насухо, натрите теркой всю цедру. При помощи блендера смешайте вместе муку, сахар и холодное сливочное масло до состояния крошки. Добавьте к мучной массе клюкву и цедру. Перемешайте. Добавьте желток и сок. Быстро замесите тесто. Если оно сильно крошится и не хочет соединяться, добавьте еще по чуть-чуть сок. Но тесто не должно быть плотным, лишь чуточку крошится. Разделите тесто на несколько частей, сформируйте колбаски. Заверните каждую в пленку и уберите в холодильник на 20-30 минут. Выньте тесто и нарежьте его на кружочки толщиной 0 сантиметров 5 миллиметров. Переложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте в горячей духовке прийти равно 180, примерно 12-14 минут, должен зарумяниться низ печенья. Главное не передержите печенье. Сверху оно почти не изменит цвет. Приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!